Александр Петрович, насколько мне известно, Вы живёте в Бердске, так? Да. И у Вас здесь довольно крупный бизнес. Расскажите, с чего начинался Ваш бизнес именно в Бердске? В Бердске, скорее, бизнес начинался с покупки по оси данной строй, доли в обществе. И далее начали строить приближный. Вот этот достаточно большой участок землика, на котором у нас сейчас парковая зона, детский парк. А чем вот именно Вас привлёк город? Наверное, история входит в детские эмоции, в посещение лагеря Олега Кашевого, который фактически находится напротив. Мои родители работали на заводе химконцентратов в Бердске, в Калининском районе. И для нас был Сосновый Бор, Бердский залив, это как сказка. Поэтому, когда мне предложили купить спортивный комплекс в Изумрудном, я приехал. И, в общем-то, с первого посещения я просто понял, что хочу здесь жить и работать. Я так понимаю, что начался Ваш бизнес ещё при правлении Терепа, правильно? Да, на тот момент был мэром города Терепа. Ну вот, Потапов в одном из своих выступлений, так скажем, говорит о том, что вот при Терепе создано какая-то определённая коррумпированная, скажем, схема выдачи земли. Вот Вы когда-нибудь с этим сталкивались? У Вас при Терепе кто-нибудь, скажем, просил взятку? Ну, прежде всего, я уже в интервью говорил о том, что вот данный земельный участок, который я получал при руководителе Потапы, это был первый участок моей жизни, который я получал, вот, скажем, посредством фирмы от муниципалитета. Да, я либо покупал какие-то активы, уже когда там компания получила землю, либо каким-то другим образом. Но вот именно, чтобы ООО, в котором я являюсь учредителем, заключало договор на право аренды земли, либо выкуп, это был первый участок, который, вообще-то, пошёл не по правильному пути со стороны администрации. Скажем, Ваша, первый опыт общения с муниципалитетом, да, вот в таком ключе? Да. Я не знаю, как выделялись земельные участки при телепе, потому что, в принципе, во-первых, этой темой никогда не занимался ранее, во-вторых, как-то вот мой бизнес не особо связан с какими-то разрешительными функциями. То есть часть бизнеса – это фитнес-клубы, которые практически никаким образом не задействованы на администрацию. Администрация, скорее, на строительной. На строительной, когда я ушёл в депутаты, я практически погрузился в политику и какое-то время на строительство не занимался. И вот сейчас вот был такой момент, когда я всё-таки тоже для себя принял решение, что то, что кормит семью, это всё-таки не политика, а бизнес. И я решил, с сентября ушёл с профессионально освобождённой основы, с депутатов, и решил более серьёзно заняться бизнесом. Потому что, известно, когда ты сам направляешь своим бизнесом, то, в общем-то, это является плохим фактором для его развития. — Понятно. А скажите, пожалуйста, вот сейчас немножко отступим до темы бизнеса, когда вот началось Ваше общение с Потаповым? — Вообще с Потаповым я познакомился через полгода после его выборов. Это где-то сентябрь 2011 года. Мухамедова я знал, его первого заместителя своих выборов. Я познакомился с ним, когда он был председателем ТОС на Шевченковском жил в Массиве. И, скажем так, это было тоже не лучшее знакомство. А Потапова я не знал вовсе. Вот познакомились уже, когда у меня пошли первые замыслы по открытию детского парка. — Ну вот первое время, скажем так, после знакомства, настораживало ли вас что-то в личности Потапов? — Это меня не может настораживать как-то вот тот факт или другой. Я не сильно осведомлен о деятельности администрации. Общались постольку-поскольку, когда делали парк, я ему рассказывал то, что здесь будет. Когда открыли парк, он приезжал. Мы провели за предыдущий год, за 2012-й, несколько серьезных праздников, которые имели и региональное значение. Там, допустим, фестиваль национальных культур, День Досаав, Заволокина приезжали. То есть такие были праздники регионального значения, которые проводили. Естественно, был мэр, естественно, были гости. Я был, потому что это были такие, не знаю, только совместные мероприятия. Мы общались. Говорите, что настораживать, не настораживать. Я никогда не берусь. Работа административная тоже очень сложная. И любой руководитель, в общем-то, попадает в определенные условия, когда он работает. И настораживало только тогда, когда у меня было четко озвучено, что помимо официальной цены за землю, мы должны оплатить какие-то деньги, которые в уголовном кодексе называются взяткой. Вот тогда это понятие не насторожило, это некий шок, когда ты общаешься с человеком, когда ты понимаешь, что ты для города Берска делаешь еще и что-то как депутат. Хотя мой округ – это Октябрьский район города Новосибирска. Тем не менее, я пробовал сделать сюда выездное заседание комитета депутатов законодательного собрания. То есть на комитете мы все-таки решили вопрос с финансированием строительства детского сада на микрорайоне Северный. То есть я достаточно сильно отстаивал позиции города Берска, и это мой профильный комитет. Мы боролись за ДК Родины, чтобы финансирование, которое должно быть при передаче коллектива на муниципальный бюджет, чтобы деньги, которые шли с субсидиями из областного бюджета, чтобы они не прекратились, чтобы они были, и чтобы сумма от субсидий на город Берск была увеличена на сумму, те, которые тратились на ДК Родины, когда он был на областном бюджете. Это достаточно серьезный вопрос, который я как депутат, как общественник, в общем-то, пытался, ну, как скажем, пролоббировать у города Берска. Более того, есть там ряд других вопросов. Тот же Берский острог. По большому счету, идея Берского острога – это достаточно серьезная нагрузка для компаний. И говорить о том, что она вот там реалитетна в нашем проекте – нет. Я с самого начала позиционировал так, что реалитетом является то, чтобы этот земельный участок не был отдан по строительству коттеджа, либо каких-то промышленных объектов, томовек, шашлычных и всего прочего. Идея того, чтобы сейчас забронировать на береговой линии реквизионную зону, чтобы город Берск мог гордиться этим. Я много слышу, да, там, в то время, когда руководил Терепа, я с ним знаком, но не настолько. Мы за все время его правления, может быть, встречались, кстати, у него в кабинете раза три. Но позиция у него была, вот я как-то ему даже задал вопрос по поводу вот земель. Он сказал, что негласная политика была такая, что раздать как можно больше земель, чтобы получать земельный налог, и чтобы инвестиции приходили в территорию. Вообще, это абсолютно правильная государственная политика. Каким образом она реализовывалась, верно или неверно, это вопрос второй. Я надеюсь, что она реализовывалась верно. По крайней мере, мне никогда не поступало никаких, так называемых, кривых предложений. Вот, что я могу сказать. Более того, все-таки при Терепе мы построили прибрежный. Я тоже хочу сказать, что администрация работала, выдавала разрешение на строительство. Понятно, что я никогда не занимался там управлением, какими-то вопросами, но тем не менее, как учредитель, я видел, и руководители в общих чертах рассказывали то, что происходит. Никогда не было. Были свои проблемные вопросы. У нас там по СХ-энергии, по МОПКОВОУК, да, были. И, в общем-то, остаются. И мы потеряли достаточно большие деньги, которые до сих пор являются спорными. Большую сумму. Если бы Александр Григорьевич нам тогда помог, повлиял на МОПКОВОУК, на муниципальные участия, наверное, мы не попали бы тоже в такую историю неприятную, как мы имели место. Поэтому говорить, что все так вот прозрачно это, наверное, не стоит. Более того, у меня ситуация в городе Бирске вообще с точки зрения того, что это город, в котором многие люди, которые сегодня носят погоны, у которых бизнесмены, которые руководители в администрации, они выросли в одном городе, они имели какие-то взаимоотношения в детстве, в школе, студенческие годы. И сейчас вот это все переплетено. И порой это не лучшая такая, знаете, картинка для города Бирска. Вот в Новосибирске я такого не встречал. Там, наверное, тоже есть много чего хорошего и плохого. Но в небольших городах, к сожалению, вот это сплетение каких-то дружеских отношений, переходящих в решение других вопросов, оно порой доходит до какой-то вот нехорошей такой ситуации. Более того, вот читал статью Алексея Мазура. То есть, в принципе, он где-то прав. То, что молодой мэр попал в какую-то определенную среду и, в общем-то, наверное, для себя сделал выводы, что что-то ему тоже можно лишнего, это, наверное, часть среда. И у меня сегодня есть еще ряд вопросов, скажем, как председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами противодействия коррупции. Но, к сожалению, у правоохранителей существует такая позиция, их задача довести дело до суда. Если какой-то чиновник себя ведет неправильно, либо человек в погонах ведет себя неправильно, их задача только так. То есть, они должны для себя создать полную картину и довести человека до задержания, до суда и так далее. Но у них есть конкретно цель, вот и они... Я же считаю, что есть моральный облик чиновника, есть моральный облик человека в погонах, прокуроров, судей. Если они себя каким-то образом ведут неправильно, значит, не знаю, по какой-то шкале, как сегодня хотят шкалу для автолюбителей вести, там неправ, там неправ, там пьешь непонятно с кем, там в бане замечен непонятно с кем. И когда такая шкала, то по моральному облику человеку бы предлагали просто добровольно уйти из органов управления народом. Я тоже почитал интернет за эти дни, сижу, читаю. То есть, естественно, отметаю тех людей, которые конкретно работают и бесшабашно критикуют все налево и направо. Есть люди, которые задают какие-то более здравые вопросы. Но крайне редко встречаю тех людей, которые отчетливо говорят, что какая возможность, когда тебе полагают, дать взятку. Какой другой путь, кроме того, чтобы обратиться в органы правоохранительного органа? Какой другой? Ведь ни один, кто критикует, не сказал, что я бы поступил вот так. Хотя хотелось бы, чтобы человек, который несет огульную критику, и те, которые его поддерживают в обсуждениях, ставили вопрос так. Я бы поступил вот так, вот так, потому-то, потому-то. А вот тот человек сделал вот не так. На самом деле, вот при той ситуации, когда человек приходит, предлагает мне войти в состав ОПГ, можно сказать. То есть, человек, которому предлагают дать взятку, если он на это соглашается, он автоматически становится преступником. Какие пути выхода из этой ситуации есть? Первое. Хлопнуть дверь и уйти. Дальше. Страдает бизнес. На время правления данного человека. Второе. Все люди, которые вокруг, и в том числе те, которые сегодня так, я бы сказал, некрасиво, как его адвокат Медведев, там, мой коллега, в общем-то, депутат. Я смотрю, как он комментирует какие-то вещи. А что? А может, это деньги в долг взял? А может быть, это... Смотрите, какой подход вообще у человека. То есть, они стоят, улыбаются в камеру, они абсолютно точно знают, как называются вот эти деньги, взятые в долг. Это называется взятка. Других слов этому вообще не дано. И человек комментирует, он смеется в глаза людям, которые его избирали в том числе. Это же хамство. Так это уровень сегодня. Это же не просто ледовой, там, тот же адвокат Медведев, депутат городского совета. Это уровень вообще подхода сегодня к избирателю. И после каждой предвыборной кампании, когда происходят выборы, там, чего-то еще, я всегда говорил, ребят, мы так общество доведем до той ситуации, до какой-то гражданской войны. Мы сегодня смотрим, там, интервью, как там, ЦРУ, там, с нами работают, все, как бы. Да нам ЦРУ не надо, мы сами себя разрушаем. Вот таким поведением, когда мы вот так вот подходим и говорим, там, да, елки, да, это любые деньги могут быть. Потом какая-то бабушка выходит на митинги и говорит, да, три миллиона сегодня вообще не деньги. Но это же уже, понимаете, это уже то, до какого состояния доведено общество. Это неправильно, это отношение. И возвращаясь к тем критикантам, которые сегодня говорят о том, что как можно было поступить, я считаю, что я поступил единственно правильным образом. Другого пути у меня не было. И самое-то интересное, что вот тот путь, который я выбрал, это тот путь, который мне доверили, в частности, мои избиратели. Более того, избиратели мне доверили быть депутатом, а коллеги, и в том числе коллеги из КПРФ, доверили мне возглавлять эту комиссию. Четыре депутата из КПРФ находятся в нашей комиссии. Я уже говорил, что я к абсолютному большинству представителей КПРФ отношусь с должным уважением. И считаю в душе и надеюсь, что в основном все люди, независимо от их политических взглядов, все равно у нас несут нечто положительное. А вот некоторое количество людей, которые о себе решили, возобнили какие-то другие, что они могут делать какие-то неправильные вещи, ну, надо с ними бороться, надо их выявлять. И в том числе, как я сказал, желательно, чтобы их выявлять, чтобы не было вот такая последняя стадия, что именно они должны пойти под суд в тюрьму. Необходимо вырабатывать другие мотиваторы, которые бы общество могло оценивать действия исполнительной власти. Ну вот, еще все-таки хочется вернуться, как бы восстановить, так скажем, хронологию событий. Вот предложение о взятке поступало прямо вот после того, как вы подали заявление на аренду? Нет, первое заявление было подано в сентябре. У него был получен отказ, что вроде как бы сформулировали неправильное заявление. Второе заявление, по-моему, было в первых числах ноября. Опять отказ. После этого я встретился, позвонил, сказал, что давайте как-то все-таки объяснимся, в чем вопрос. После чего Потапов вместе с Мухаммедовым приехали на теплоход. Я был с помощником, и Потапов предложил, что дальше вопросы будут решать Мухаммедов. Там мои помощники, пусть они решат все вопросы, уточнят формулировки, какие. Это звучало так достаточно благородно, что уточнят, чтобы там не было вот этой бюрократической большой работы длинной. Чтобы, допустим, за неверно указанное целевое назначение, вдруг там опять пошли месяцы работы, как бы там, ответов. И все, и буквально через два дня мой помощник сказал, что Мухаммедов ему озвучил просто цены за участки. Вот смотрите, как раз в то время, это ведь прошлый год, я так понимаю, Мухаммедов как раз находился уже в качестве подсудимого по двум уголовным делам. Он себя вел с какой-то осторожностью? Или он вообще абсолютно не боялся? Что, как он себя вел? Вот я сегодня шел с вами на интервью и подумал о том, что за последнюю неделю меня просили многие журналисты интервью. Но никто не подошел к интервью с точки зрения вообще социологического портрета. Кто взял, кто дал. Потому что это очень важная часть всего вопроса. Я как-то в свою бытность здесь приезжал Владимир Соловьев, телеведущий, там давал мастер-классы, Ирина Ярова из Государственной Думы, поседатель нашей профильной комиссии. Мы с ней общались. Они рассказывали о каких-то подходах. Я не знаю, я любитель посмотреть Познера, хотя считаю, что свое отношение у меня лично к нему, но как к профессиональному телеведущему. То есть я с удовольствием смотрю, как он подходит, как он ведет интервью. Так вот у нас сегодня все интервью очень поверхностные. То есть мы не смотрим социологические портреты. Вообще про кого мы говорим? Про людей-то, которые Мухаммедов, Потапов. Причем мне было бы самому интересно до конца посмотреть вообще, а какая у них биография-то? Я нигде ее не вижу. Кроме того, что один был программистом, и якобы технику готовил для того, чтобы когда идет какой-то семинар, готовил технику. Сами же в интервью пишут, что видимо не было никаких научных открытий или чего-то. Вообще про кого мы говорим? Мухаммедова я знаю. Мухаммедов, опять же, возвращаясь к политическому заказу. А что у нас Мухаммедов коммунист? Вот я его знал, допустим, на выборах 10-10-10, вот эти наши выборы, которые прошли депутаты законодательного собрания. Я знаю, что Мухаммедов продавал литературу, которую брал у коммунистов, и продавал единороссам. Я знаю, что Мухаммедов праздновал, когда были подведены предварительные итоги выборов. Мы в нашем штабе заехали, у нас была немногочисленная команда. Заехали, поблагодарили людей, которые с нами работали на выборах. На выборах в ЗАГС-собрание. И поехали поздравить нашего коллегу Ильенко Валерья Павловича. Так вот, Мухаммедов праздновал победу в штабе Ильенко. Там было более ста человек, у него была очень большая, сильная команда, в том числе Мухаммедов. Ильенко – Единая Россия. Ильенко – Единая Россия. Какой Мухаммедов, какие подставы, какой политический заказ. То, что Мухаммедов, по моей информации, недавно взял партийный билет коммунистов. Да, буквально в марте его приняли. Ну так это билет, это уход от ответственности, уход под демонстрацию, под то, что это политический заказ. Это же понятно, что никакой он не коммунист, в моем понимании, по крайней мере. Я помню еще, да, я помню коммунистов, которых я видел, когда был совсем молодым человеком. Это не те коммунисты, это другие коммунисты, это идейные, убежденные. А это так, это сегодня ширма для своих делишек. Так вот, возвращаясь к социологическому портрету, а с кем мы имеем дело-то? Что Мухаммедов сделал? Он, может быть, руководил людьми когда-то. Он, может быть, где-то на заводе поработал, или на каком-то предприятии. Он был управленец хороший, качественный. Или Потапов. Да нет, ни тот, ни другой собой ничего не представляет. Что они могут? На мелкие интриги. Ну, возьмите тоже интернет-сообщество. Татьяна Кунина, по-моему, пишет про береги леса в Академгородке. Я эту ситуацию очень хорошо знаю. Что на ней там постоянно спекулируют. И одним из спекуляторов, которых они описывают, был как раз Илья Потапов. Так вот, если мы имеем такой социологический портрет, то чему мы удивляемся? Что эти люди смогли для себя озвучить. Для меня шок был не потому, что они на это способны. Для меня шок был то, что они меня поставили в один ряд. Понимаете? У людей даже не хватило какого-то интеллекта все-таки сесть, про меня почитать. Ну, как я вообще по жизни двигался? Что я делал там? Ну, да, кстати, мне вот тоже очень интересно. Неужели у них вообще за все время в действии не возникло ни единой мысли, что они вообще-то имеют дело с председателем антикредитационным? Нет, они это поняли, что председатели, это они все поняли, это они там проговаривали и все. Они не поняли другого. Они меня приравняли к себе, что я такой же мелкий, как и они. Но никогда я не был, вот никогда я не менялся на какие-то вещи, вот такие вот, как у них в голове. И никогда я не был там ни Медведевым, там, депутатом Гурсовета, адвокатом, который вот, у них свои подходы к жизни. И поэтому, когда они, видимо, конечно, они боялись. Безусловно, боялись. И я думаю, что будет вам полезно, если вы, ну, примите мой совет, сядете, раскопаете биографию, кто брал, кто давал, и посмотрите, и примите свое какое-то понятное решение, что эти люди сделали. Нет, ну, мое мнение, это одно, вот, хочется, вот, и вы, наверное, правильно сделали, что описали их портреты, вот, с вашей точки зрения. У меня, к сожалению, вот, еще раз, портрет того же Потапова с сентября 2011 года. Портрет Мухамедова, где-то с августа 2010 года. Они прошли тоже свой путь, они хоть молодые люди, но относительно молодые. Надо посмотреть, вообще, что они сделают. Служили ли они в армии, или они откосили от нее. Там, как их характеризуют, ну, несложно же найти их однокурсников, там. С Куниной встретиться, посмотреть, там, общественница очень такая, уже со стажем большим. В Академгородке очень много общественников, таких, знаете, которые, вот, мы давно дружим еще с времен политической моей работы в Академгородке, с Львом Абрамовичем Шепелянским. Интересные люди, которые свою жизнь фактически положили, вот, на общественные такие рельсы. Они лыжню там России отстаивают, они все вопросы, лес, который, вот, вырублен был под новый корпус университета. То есть, они постоянно, вот, на острие, несмотря, что у некоторых уже такой почтенный возраст, люди своим интересным жизненным путем, которые прошли, проработали. Многие именно в Саран, знают подходы Лаврентьева. Я общаюсь, как бы, с человеком, который, вообще, не то, что вхож, как член семьи Лаврентьевых. Там есть свое общее суждение, вот, обо всем. Поэтому собрать, вот, именно психологический портрет и показать его. Я не сторонник сегодня того, как проходят выборы. Надо менять законодательство выборное в плане того, что демократия-то здорово. Но когда в рамках демократии к власти приходят люди, которые не умеют этого делать, это очень плохо. Это очень болезненно. Причем это болезненно как для экономики того места, в котором выбран, так и для психики людей, которые выбирают. Потому что человек выбирает душой. А не все понимают, что такое экономические подходы, что такое управленческие подходы. Они вот душой выбрали. Парень вышел, сказал, что все будет хорошо, буду бороться с коррупцией, буду это, буду самым честным. И они поверили. Самое-то интересное, вот я тоже, вот восьмой год депутатами, я вам скажу так, что чаще всего как раз много обещают. И обещают те вещи, которые не могут сделать люди, у которых совести не так много. Потому что человек с совестью обещать не может того, чего не может сделать. И если вы посмотрите, вот почитаете сегодня выступления многих, то я считаю, что один из параметров, когда можно верить людям, когда не верить, это если человек говорит то, что сделать завтра реально нельзя, то значит человек алугун и просто калилист такой вот в политике. Ну вот вы сейчас назвали каких-то конкретных людей, которые могут дать, ну скажем, более-менее объективную оценку Потапова, да, его психологический портрет. Где они были раньше, когда были выборы, почему никто конкретно не заявлял, кто такой Потапов, или эта информация просто как-то блокировалась, я не знаю. Хороший вопрос, но давайте как бы немножко события вернем назад. Вот если бы, скажем там, в январе 2013 года я вышел бы и сказал, а вы знаете вообще, граждане, вот Потапов у меня попросил взятку, да? Ну да. Что было бы дальше? Потапов бы заявил в суд, везде бы сказали, что только суд может доказать правоту человека, правильно? Спустили бы всех собак, что бизнесмен пришел, а честный Потапов как бы сказал, что вот он ему там ничего не даст, потому-то, потому-то. Так же было бы? Абсолютно сто процентов было бы именно так. И все. Ну и закрыли бы со всем административным ресурсом весь вход, закрыли бы совершенно нормальными рабочими вопросами. И вы бы еще вина в этом достались. Да, да. Политическая машина была бы работала так. И проблема-то Потапова как раз в том, что его настолько заверили в том, что политические покровители его будут прикрывать. Я не думаю, что они ему тоже говорили, что бери взятки, мы тебя прикроем. Нет. Но ему говорили, работаем мы, там тебя, там везде, всегда. И то, что они сегодня и делают. Ну да. Вот, кстати, скажем о покровителях, пусть и не совсем политических. Вот есть, скажем, такая информация, которую нам пока официального подтверждения в органах, по крайней мере, не давали, что наряду с обысками в администрации у Мухамедова проведены обыски у бизнесмена Виктора Голубева. Это действительно так? Он какую-то роль вообще играл в этом деле? В данном случае я читал, что все, что касается Виктора Алексеевича Голубева, я читал информацию, так же, как и вы, только в прессе. Информация от оперативников, у меня есть только та информация, которая касается непосредственно задержания, вот и того дела, в котором я участвовал. Я хочу сказать, что, нет, уже задавали там по фамилии Абалаков, там, то, что там звучало. Да. Виктор Алексеевич Голубев в наших разговорах никогда не звучал, более того, я не знаю, какие отношения у них были, потому что, соответственно, не так мы часто общаемся с Виктором Алексеевичем, и, в общем-то, и Потапов никогда эти вопросы не обсуждал. Я не знаю, какие были у них взаимоотношения, но я считаю, что вот такие, как Голубев, Клинков, еще, может быть, ряд там фамилий, которые вот сделали в городе Берске очень много объектов, сделали в городе объекты социально значимые, которые подняли уровень города Берска. И я надеюсь, что вот как раз хозяйственник Голубев как бы окажется невиновным, потому что с глубоким уважением к нему отношусь. Вот я в прошлый раз как бы дал интервью, сказал, что Абалаков нигде не обсуждался, Потап в каком-то констексте его произнес. Я сразу прочитал, как бы, а, Илющенко боится Абалакова, а, сейчас скажут, Илющенко боится Голубева. Да нет. Я просто считаю, вот когда я возвращаюсь к социологическому портрету, надо говорить о том, что люди сделали в своей жизни. Абалаков сегодня создал большую компанию, там, F1, группу F1, которая в том числе обслуживает, как управляющую компанию, все, практически вот весь участок, на котором я являюсь депутатом законодательного собрания. Я слышал очень много слов плохих в его адресе. Но у нас сегодня так устроено общество, что хорошего про бизнес не говорят. Говорят только плохое. И если люди, с которыми мне пришлось так или иначе сталкиваться по работе, видеть результаты их работы, если люди в данном вопросе, который мы обсуждаем, не имели никакого отношения, я никогда не позволю себе сказать про них плохо. Какой бы принадлежности они там не были, какой бы там Абалаков не был коммунист, Виктор Алексеевич, наверное, у нас беспартийный, не знаю, но, по крайней мере, он часто выступал по Единой России, когда открывал спортивные комплексы, но я, честно говоря, никогда не задавался вопросом, партийный он или нет. То есть для вас партийность значения не имеет? Для меня партийность имеет значение, если поставить по рейтингу на 10-м, на каком-то месте. Первая совесть, порядочность человека, его репутацию, которую он себя зарекомендовал, и как он себя в этой жизни ведет. Вот это основные параметры. Вы знаете, у меня какое-то такое впечатление, я уже, наверное, последние лет пять живу в каком-то ощущении таком, что на наше поколение выпадет какая-то серьезная проблема, там, я не знаю, это будут природные катаклизмы, война или что-то. Есть такое, знаете, внутреннее какое-то ощущение. Когда-то мне пришла в голову такая мысль, я не делю людей на красных, белых, КПРФ, ЛДПР, я просто вот как-то задумался, может быть, даже это произошло там, когда смотрел какой-нибудь из фильмов, как себя люди будут вести, если мы попадем в трудные жизненные ситуации, на войне, там где-то еще. Причем там ведь не важно, как бы, что рядом с тобой должен оказаться сильный спортсмен. Там должна оказаться, может быть, какая-то женщина, которая будет элементарно что-то готовить или что-то. То есть мы должны смотреть друг на друга, как люди, которые живут на одной земле, должны заботиться друг о друге. А не таким образом, что вот сегодня, как бы, сами вселять между собой какую-то рознь. Да нет у лозунгов ни у КПРФ, ни у Единой России, ни у ЛДПР, которые бы разднились. Есть просто за этим ширма, которую там многие, как бы, так или иначе там делают. Все партии сегодня, это некая система государственного строения вообще. И то, что сегодня там придумывают эти лозунги, политтехнологи, вот они разрушают все. Они ведут общество, ну если не гражданской войне, то они ведут общество к злости друг к другу. А мы все-таки вот россияне, мы должны друг друга поддерживать. И мы должны вот на каком-нибудь футбольном матче или хоккейном матче, когда мы болеем там за свою команду, Мы смотрим, кто рядом кричит, ура, КПРФ там или ЛДПР? Нет. Вот порыв наш, когда мы там что-то, как бы, ощущаем, что-то вот любим и ценим поступки в людях, с которыми мы общаемся. Мы снова возвращаемся к понятию социологический портрет. Что собой человек представляет вообще в жизни, по жизни, каждый день. Солгать можно раз-два, а солгать своей жизнью жизненным путем невозможно. Вот в этом, наверное, суть каждого из нас. Угу. Ну вот, кстати, наверное, это не совсем где-то ваш социологический портрет, это же, это все-таки... Что вы чувствовали, когда передавали взятку? Ваши ощущения? Вы знаете, даже я вот смотрел на погоду. Вот момент задержания, вот я чуть перемотаю, то отвечу на ваш вопрос. Момент задержания была такая погода, прям шторм практически. Теплоход чуть было, я так вот смотрел на погоду, думал, может теплоход вообще с канатов оторвать, потому что была погода прям какая-то, неимоверно штормовая. Практически вот все следственные действия проходили до вечера, и когда Потапа вывели, буквально через три минуты погода, был такой красивый, очень красивый закат, тихо и интересно. Наверное, это то, что проходило, в общем-то, и в моей душе. На самом деле, единственная проблема, с которой я боролся, это было понимание того, что пострадают дети, пострадает семья. Это нисколько не пафос. У меня четверо детей, у меня старший сын инвалид детства. Я очень много времени провел для того, чтобы парня поднять на ноги, чтобы там парня училась. И, поверьте, вот таких людей, которые прошли этот путь, воспитав детей инвалидов, их очень много. Это очень тяжелый психологический процесс. Сейчас в городе Бирске у вас ситуация такая, и я думаю, что там зерчане помогут. Да, с моим коллегой Кузнецовым Александром Юрьевичем, который так же несет этот крест и живет с этим, и мужественно живет, вся семья поддерживает. Но есть же там несколько сторон. Это первое, как мы переносим родителей, а второе, как переносят дети. Вот эти психологические процессы, они постоянно проходят в голове. И когда я давал деньги Потапову, в момент передачи, скорее всего, была цель завершить саму передачу. После момента задержания, когда его фактически задержали, тогда мне было очень тяжело внутри, потому что вот было это понимание, что пострадают дети. Они ни при чем. Ну вот так складывается жизнь. И понятно, что они будут с этим жить. Понятно, что кто-то им это будет вспоминать, и вспоминать несправедливо для них, для самих. Не возникало у вас желания как-то предупредить Потапову? Нет. Желания предупредить не возникало, потому что я все-таки состоявшийся человек. И было понимание, что если человек это делает, значит, он должен быть за это наказан. Другое возникало желание постоянно на протяжении всего этого, что вот он придет и скажет. Уже не один раз приходил к Кышаеву, что он придет и скажет, что самосточный. Да нет, то, что я сказал, это ерунда, когда это вот так что-то вот болтули, да, хотели потратить, словно говоря, на развитие дороги, тротуара на улице Попова, а как-то неправильно сформулировали. Вот это я ждал. Вот для меня психологически было бы проще, если бы человек на каком-то этапе вдруг сказал вот так. Ну и вопрос, который там многие там... Вот мне бы хотелось сразу на несколько вопросов, наверное, ответить, которые там обсуждаются людьми, которые не посмотрели ни законодательства, ничего. Ну, во-первых, многие обсуждают, а вот репутат законодательного собрания там работает там кем-то. Напоминаю, что наше законодательство позволяет депутатам законодательного собрания, регионального собрания, работать... Возьмите, у моего коллеги Виктора Константиновича Ольсина, который является директором ВОЗа. Да, очень много депутатов. Есть депутаты, которые работают на освобожденной основе. Вот у них есть определенные ограничения, и они не могут заниматься управлением уже какой-то компанией. Мы отлично депутаты в Государственной Думе, которые работают все на освобожденной основе и получают за свою работу деньги. Им, насколько я знаю, можно заниматься только по преподавательской деятельностью, наподобие того, как уважаемый депутат «Справедливая Россия» позанимался в Сколково. Что еще? Какие вопросы у нас чаще всего обсуждаются? Почему Белющенко несколько месяцев работал с Потаповым, а написал заявление только 28 апреля? Поясняю, по моей информации, по информации о тех же оперативных работниках, утечка информации в правоохранительных органах имеет место быть. Поэтому на каком этапе я обратился в правоохранительный орган, написано в моей визитке. Взаимодействие с правоохранительными органами. То есть взаимодействую я с ними регулярно. И по ходу своей работы я общаюсь с людьми как самого высокого ранга в Новосибирской области, так и гораздо ниже. Поэтому на каком этапе я к ним обратился, это тайна следствия. И вот это не надо обсуждать, потому что это все прописано в моих должностных обязанностях как депутата. Ну, наверное, правильно, потому что и сам следователь Михаил Алексеевич Герстин говорил о том, что органы взаимодействуют не только по заявлению, скажем, а точно так же. Просто у нас очень много кривотоков, и люди пытаются сами ввести других заблуждений, и себя ввести в заблуждение по сумме взятки. Тоже неоднократно говорил. Вот даже после пресс-конференции, когда я пытался все-таки объяснить, что есть там один эпизод, есть второй эпизод, есть третий эпизод. Не пытайтесь как бы этого. Вам надо стать тогда участником полного обсуждения бизнес-процесса, чтобы понять, да, за пять минут у любого корреспондента в голове будет полная каша. Есть факт. Факт того, что человек взял деньги. И сумма, которую он взял, достаточна для статьи до 15 лет, уголовной статьи. Разбираться там много или мало, за какой земельный участок, говорят, да мы так далеко зайдем. Я вот никогда даже не задумывался, много-то или мало. Потому что я никогда не собирался эти деньги платить. Есть оценка кадастровых земельных участков, есть оценка компаний, которые аккредитованы этим заниматься. Я никогда и об этом не думал. Вот большинству интересно как бы сравнить сумму взятки с моими доходами, которые я зарегистрировал, с доходами моей семьи. Вот тоже вот интересная проблема, когда сейчас депутат должен был быть открыт. Доходы супруги Илющенко, значит, там такие-то. Никто не пишет, что это доходы, это проданная квартира, в которой всю жизнь прожили родители и сама супруга. Приватизированная квартира. Я не потому, что я имею мало доходов. Я просто по самой сути преподнесение материала. Вот это сегодня настолько исковеркано, настолько как бы преподносится неправильно, что вносит озлобление в общество. И цель у многих как бы вот именно вот это. Это плохо. Ну да. Ну и вы, наверное, понимаете, что просто сейчас вот, когда шок спал, так скажем, да, и у общества, то есть и у журналистов, и вообще у всех вот, ну, кто так или иначе столкнулся с этой ситуацией, просто возникает какой-то анализ, да, и вот начинает уже не копаться там вот, там вот, допустим, у Илющенко там какие доходы, вот там сравнивают суммы, да, вот это вот все. Вот. А кто там плохой, кто хороший. Вот. И в том числе задумываются и о судьбе города. Вот. Вот на ваш взгляд вообще, что ждет Бердск? Вы думали об этом? Для меня есть вопрос, с которым я постоянно вот и в интервью, и в своих собственных суждениях отношусь. Вообще, что такое выбор? Вот, с одной стороны, выбор – это демократичная процедура, которая вообще должна бы проходить. И мы должны выбирать того человека, которого мы бы хотели видеть своим мэром. С другой стороны, либо выставлять критерии для того, что человек, который заявляется, должен быть не ниже там заявленных критериев. То есть, стаж управленческий, да, там, образование, вот какие-то такие вещи. С одной стороны, опять же, любые критерии – это, опять же, ограничение демократии, да? Но не может человек, не оплодая, ну, определенным набором критериев, как бы, вот, вдруг стать золушкой, да, там, вдруг, там, вот так раскрыться. Да, есть в истории, например, там, того же Билл Гейтс, который не оконченно высшая, как бы, не стал руководителем, там, одной из самых крупнейших корпораций мира. Это нужно быть гением. Да, да, есть, как бы, вот, поэтому это вопрос, все, что связано с законодательством, может сразу возникнуть вопрос, там, вы же там, субъект законодательной инициативы, это сложный вопрос, это вопрос, над которыми надо рассуждать, который, тот же 131-й закон муниципального, вот, ограничения полномочий, да, интересный закон. Но, вот, давайте представим, что сегодня, если бы сегодня губернатор отвечал за все берские скитимы, ОПИ и все прочее, да, то все вопросы по перераспределению субсидий были бы губернатору. Не к мэру, там, к КПРФ, справедливой России или кого-то, а к одному человеку, которого выбирают, как бы, там, либо, назначают, там, это, Москва. И, соответственно, мы бы уже с другим, как бы, вот, пристрастием смотрели, как бы, на руководящую власть. Наверное, это бы сократило немножко расходы. Потому что, когда муниципалитет полностью имеет на своей территории большую структуру, которая должна управлять, там, 100-тысячным городом. Что такое 100-тысячный город? Когда у нас каждый район города от 150 и выше человека. То есть, фактически, это район города. И, вот, пока вот такая неразбериха, наверное, было бы правильнее, если бы здесь назначались руководители, и мы бы вместе, все жители, спрашивали, как с руководителя главы, там, города, как это сейчас называют, по-новому, сити-менеджер, да? То есть, я правильно понимаю, что Берцику нужно внешнее управление, вот, на данном этапе? Я не про внешнее, я вообще про выборную систему. А вот, на данном этапе я бы, опять же, вот, это противоречит немножко законодательству. Вот, поставил, попробовал Михайлова того же, пусть бы он поруководил два года. При соблюдении всех тех требований, которые выставляет ему губернатор. Вроде не внешнее управление, вроде внутреннее, вроде тот же человек. Ну, человек никоим образом себя не запятнал никакими действиями в коррупционных связях или что-то еще. Человек по-настоящему рабочий, который работает, который делает свою работу, и, по-моему, знает эту работу. В то же время, сейчас область должна показать, что она должна решить проблем. Должна решить проблему КБУ, которая задолжала огромные деньги. Должна каким-то образом, не знаю, финансово, либо организационно помочь решить вопрос с тем безобразием, которое творится на дорогах в городе Берске. То есть, оказать существенную помощь и, ну, как-то, если хотите, разом решить достаточно большое количество проблем. Не задерживать деньги по финансированию детского сада на микроорайоне северной. Решить вопрос, там, с ДК Родины. То есть, есть ряд вопросов, которые, там, с передачей земли, там, военных, которые освободили городок. То есть, есть принципиальный вопрос, который необходимо решать. И я за то, что город Берск бы отдохнул бы, ну, от выборов и пожили бы маленько другой жизнью, когда бы не лозунгами решали, партийными или какими-то, а решали бы чисто экономические проблемы города Берска. И отчитались, вот, на дату, там, на 1 мая 2013 года ситуация в городе Берске вот такая. И с помощью вас, корреспондентов, зафиксировали то, что есть. И вот управленческие действия, там, в течение такого-то времени вот такие-таки. Мы бы смогли оценить, без каких-то партийных оценок, мы бы смогли оценить действия того же главы-то моряка, вот, исполняющего обязанности главы. Ну да. А, кстати говоря, на видео вот слышно, как вы с Потаповым обсуждаете выборы. Вот тоже не случайно как-то зашел этот разговор или вы часто это обсуждали? Ну, в целях оперативной работы вот все, что звучало в тот день, я бы не стал рассматривать, потому что там было решение ситуации, создать спокойную ситуацию, чтобы человек принял то решение, которое он примет. Ну, это был спектакль, да? Ну, если хотите, может быть так. То есть он должен был быть близок к правдоподобному. И на самом-то деле, вот, то, что это все действие попало на обсуждение, как бы, тысячи людей, это тоже неправильно. То есть я уже говорил тоже, что в дальнейшем людям, которые пожелают идти законным путем с правоохранителями органами, наверное, еще многие даже из тех, которые были готовы к этому, подумают об этом. Поэтому политическую ситуацию, так или иначе, да мы ее обсуждаем, но мы же на то, как бы, и люди, которые занимаются политикой, мы обсуждаем ее, мы обсуждаем возможные варианты, и очень часто, что кто-то там что-то сказал или что-то... это имеет какие-то последствия, какие-то варианты развития событий. Поэтому, да, мы на своих встречах, так или иначе, обсуждали многие вопросы, которые, в общем-то, меня волнуют, его нам волнуют. Ему интересно мое мнение, мне интересно его. Ну, все-таки, видео, оно обнародовано, и каждый слышит свое, скажем, что ему хочется услышать, да, но, тем не менее, есть вот такие фразы, которые, ну, скажем так, вот не выкинешь, да. Вот Потапов на видео говорит, что за другой частью суммы отправят некую Жанну. Вы знаете эту девушку? Ну, я уже после этих событий задал вопрос, что за Жанна. Мне, в принципе, ответили, я ее никогда не видел, я с ней не общался. Мне сказали, кто, предположительно, может быть, эта женщина. Вот, ну, даже сейчас озвучивать не буду, потому что она озвучена во всех интернет-средствах. Я не имел на момент вот того, когда он назвал это имя, я не имел представления, кто это. А если бы он вот в тот день подослал эту девушку, вы бы передали ей имя? Ну, давайте так, опять же, у меня не было задачи передать деньги. У меня была задача, покажет ли свое лицо господин Потапов, при том, что он возьмет деньги. Поэтому, как развивались бы события, если бы, я, наверное, не могу сейчас ответить. Потому что там бы занимались правоохранительные органы, и занимали бы решение. Вот, опять же, вернемся к видео. Вы говорите, я с ними поговорил, они просили поторговаться, 3 миллиона они сегодня передали. Потом Потапов позже говорит, вы помните, что это рекреационная зона, а они об этом знают, а вот кто такие они? Ну, это трепетакли. Никого они нет. То есть это были придуманы? Это то, чтобы Потапову было легче принять какое-то решение. Ну вот решение Потапов принял, и мы все это видели. Был ли у него шанс, вот до момента задержания, выбросить пакет? Наверное, нет. Потому что до момента того, в местах, в котором произошло задержание, у него не было никаких мотивов выкидывать пакет, и, коль он его взял, а момент задержания, который вы видели, оперативники сработали настолько четко и профессионально, вплоть до заснятия этой видеокамеры, что у него не было такой возможности. А вот еще у нас читатели в комментариях пишут, опять же, ну вот, кто что углядел, да? В вашем поведении намек или, так скажем, жест, который указывает на камеру, это действительно так? Мы как-то пытались ему... Еще раз, не понял, не понял. В вашем поведении углядели жест, который, ну, как бы, скажем, невербально указывает на камеру. То есть, вот, вы постоянно в своем разговоре указываете в сторону камеры. Это действительно было так? Вы как-то пытались ему невербально, скажем? Ну, это очередная глупость, как бы, если я был участником, человек, который, как бы, обратился в правоохранительные органы, которые с ними взаимодействуют не по каким-то там, а по, в общем-то, как человек, который представляет фактически правоохранительные органы, да? Сидеть бы, указывать, как бы, на камеру или что-то, это, ну, было бы просто даже непонятно объяснять, как это вопрос. Второе, оперативники не ставят в известность, куда, как и что они устанавливают в камеру. Поэтому, то, где находится камера, где находится микрофон или что-то, у меня такой информации нет. А, даже ваза не стоит, да? Совершенно точно. Угу, понятно. Ну, вот, опять же, всё в интернете, да, всё обозримо, и понятно, что история, ну, так уж свойственная, наверное, интернет-пространство, обрастает слухами, историями, да, причём не только личность Потапова, но и ваша личность. Вот, и, то есть, несколько раз у нас в комментариях звучало, что якобы на вас тоже было заведено уголовное дело, и вот даже один из источников, вот, в личном разговоре со мной, не скажу, сторонник Потапова, да, говорил мне о том, что якобы вы обращались за помощью, вот, кому-то из представителей администрации, вот, вот, и в обмен на это хотели даже поддержать как-то Мухамедова в его вот процессе, но потом вот передумали резко и отказались, вот, и сложилось такое впечатление вот у некоторых сторонников, что якобы на вас, вот, воздействовало следствие, вот, поэтому мы пошли на такой поступок. Вот, что из этого правда, что из этого нет? Ну, как в пословице, да, нет дыма без огня, как бы, определенная доля, как бы, правды здесь есть. Ну, во-первых, слава Богу, за мои 45 лет жизни, как бы, ни одного уголовного дела в отношении меня никогда не заводилось, первое. Второе. На данный момент, как бы, уже года два, есть некая доследственная проверка, которая ведется, и она на контроле у правоохранителей, находится и в следственном управлении, по моей просьбе, и в прокурору Новосибирской области. С моей точки зрения, как бы, эта ситуация имеет отношение только к той коррубированности людей в погонах, которая сегодня, с моей точки зрения, еще присутствует в городе Берске. Я думаю, что это будет отдельная тема разговора, потому что те данные, которые есть у меня, когда сотрудники АБЭП на протяжении двух лет, имея бюджетную заработную плату, не могут установить по заявлению, в котором написано о том, что якобы Илющенко имел хищение, или как произвел хищение, как бы, денежных средств, когда прокуратура на протяжении двух лет не может, как бы, задать простой элементарный вопрос заявителю, где, когда и сколько. Ну, казалось бы, простой вопрос и логичный, да? Если к вам обращаются в прокуратуру с заявлением о том, что он произвел хищение. Второе. Когда прокуратура и АБЭП не могут на протяжении двух лет выяснить о том, что был ли я директором или не был, ну, казалось бы, это сегодня информативно можно узнать как бы в течение двух часов. Всю информацию о человеке, был ли он директором, был ли он в управляющих органах или нет. Я сейчас вас немножко перебью. Я правильно понимаю, что речь идет о некой управляющей компании? Да, да, речь идет о управляющей компании, да, которая как бы управляла, которая содержала дом, которая занималась, и то, что я сказал вот по поводу ИМОП КБУ. Там единственная пострадавшая компания – это вот сама управляющая компания. И по отношению к управляющей компании со стороны жителей был один суд, господина, который пишет, господина, который написал на меня господину Грызлову, и если брать партийные там эти, меня возбуждало тоже, как наши партийные органы действуют. Пишет Грызлову, оттуда приходит к нам, в итоге там письмо доходит, что не до мэра города Берска, и я своим товарищам там по партии говорил на фракцию, подождите, ни у кого не дрогнула рука, как бы, попросить меня прокомментировать вот то, что это? Мне скрывать-то нечего. И вот эта ситуация, я ее для себя комментирую, и постоянно ожидал, кто за этим вылезет. Ситуация, о которой я говорю, это тот момент, когда очень сильно хочется зацепить человека, который новый в городе Берске. И который, в общем-то, имеет какие-то непонятные для всех полномочия. И я думаю, что обязательно за эту ситуацию вылезут какие-то люди, которые, надеюсь, тоже понесут ответственность по этому вопросу. То есть за клевету? Ну, за клевету же, как за таковую. Клевета очень такая статья, по которой очень сложно привлечь. Того же господина заявителя, который писал Грызлову, причем он писал, вам же, наверное, не рассказали подробности. То есть он писал, житель города, житель улицы Попова. Он писал от своего отца, которому 93 года, который участник Великой Отечественной войны, Черных Иван Павлович, которому никакого отношения не имею, которого я в глаза никогда не видел. Более того, я попросил полковника военного училища съездить, посмотрите, посмотрите, пожалуйста, вот подарочек ветерану, передайте мне, посмотрите на него в глаза. Он вообще, как бы, живой человек, нет, потому что я не видел человека, который на меня пишет письма. Полковник Мурок Игорь Александрович, который руководил училищем военным, приехал, со свойствием на это поздравил ветерана, пригласил его на присягу, посмотрел на него. Вышел и сказал, человек, на самом деле, 93 года, держится бойцом, хорошо выглядит, но вот с памяти уже какие-то проблемы есть. Тут же говорит, тут же что-то забывает, но свойственно возрасту человеку. Так вот, я подал заявление, как бы, на протяжении полутора лет я не мог подать заявление на ветерана войны. В итоге, когда это уже прошло такой путь грызлов, там, назад вернулось это письмо, как бы, в законодательное собрание. Я подал в суд о защите прав и достоинствах этого человека. Я абсолютно точно знал, что пишет его сын, бывший политработник военного училища, в котором работал его отец, Черных Венин Иванович. На что, как мне сказал мой юрист в суде, когда подали. Сначала Черных Венин Иванович сказал, что, да нет, это не отец писал, это я писал. Потом, якобы, он уже от своих слов отказался, что он это писал. Потом, когда вопрос возник о том, что было написано с сайта его жены, Он сказал, что, да мы с женой вроде как не живем, как бы, и там с его сайта пишут, кто попал. Вот ситуация. Ну, довести именно до клеветы и привлечь, это очень сложный процесс в судебном праве. Но я знаю, что суд прошел вторую инстанцию, и суд обязал выплатить символическую сумму, там, 200 рублей, по-моему, за какие-то там издержки, и признать, как бы, что это было наговор. Поэтому я очень долго ждал, да, я не понимал, как я буду подавать в суд на ветерана Великой Отечественной войны. Задача юристов была поставлена такая, что отвезти, как бы, от суда ветерана, как бы, и надо отдать должное, я не знаю, к сожалению, кто была судья, но судья сделала выездное заседание, приехала к этому ветерану войны, который подтвердил, что Белюченко он не знает, что он писал письма в своей жизни, куда-то там пишет, но вот меня он не знает, соответственно, писать на меня он не мог. Поэтому, если сводить к тому, что могли ли следственные органы воздействовать на меня каким-то силовым путем, абсолютно точный ответ – нет. Потому что предыдущая бумага, которая пришла в Следственный комитет из полиции города Бельска, она была, меня пригласили на опрос, единственный вопрос, который мне был задан в Следственном комитете – это является ли я когда-либо директором управляющей компании. Ну, эта информация легко проверяется, после того, как я сказал, что я не являлся, они под тем, что я не являюсь субъектом рассмотрения, передали дело обратно в полицию. Но, насколько я знаю, и АБЭП, и ГСУ, она уже очень много времени пишет отказы в возбуждении уголовного дела, прокуратура обратно возвращает, причем я разговаривал с прокурором, я говорю, может быть, нужны какие-то бумаги от меня, поясняющие вот эту ситуацию, может быть, ко мне есть какие-то вопросы, вы скажите, я приду. Причем я этот вопрос задавал представителю АБЭП на протяжении полутора лет. Если нужны от меня бумаги, скажите мне, я принесу. Потом мне в итоге называют, мне нужны вот эти бумаги. Я прихожу и говорю, дайте мне запрос АБЭП о том, что вам нужны бумаги от меня лично. И я вам через 10 минут их привезу. Нет, я не дам такую бумагу. Это что, законный путь? Это незаконный путь. Это сбор информации против меня. И вот эта ситуация продолжается, и я думаю, что не просто в силу вот этой работы, было именно для нее, я завершу этот вопрос. Не соревновайтесь, как бы это... Такие подходы. Это, кстати, к возврату политической принадлежности. Правоохранительных органов нет выбранного подхода к тем людям, с которыми они работают. Ну да, получается, что как бы вы здесь и тут, и на вас вроде как охоту ведут, и тут. Поэтому я надеюсь, что в Следственном комитете города Берска работают порядочные люди, не связанные с коррупцией. Действия, которые происходят в отношении меня, это будет второй момент. Я расследование, собственно, по этому вопросу никогда не останавливал. И я думаю, что еще в ближайшее время некоторые фамилии могут прозвучать на разных уровнях. Потому что это обсуждается, и определенная работа в отношении людей, которые могут быть причастны к неправильным подходам, наверно, она будет иметь место. Ну и вот еще один, наверное, последний миф, который уссируется на нашем сайте, по крайней мере, о том, что у Потапова есть коттедж. Вы что-нибудь об этом знаете? Нет, не знаю. Сам он никогда про коттедж ничего не произносил. Я это читал так же, как и вы, вот в обсуждениях. Но со слов оперативников знаю, что проводился опыск на каком-то якобы-то то индостроенном, то ли каком-то коттедже. Поэтому ни его расположение, ни его существование я не знаю. Ну, нам ничего не известно. А вот еще в интервью, по крайней мере, которое выдавали уже буквально дней 5 назад на своем корабле, мы показывали даже вот тот листочек, где Потапов заштриховал тот участок, собственно, который он и хотел себе. Вот. Что там должно было быть? Какая-то резиденция? Да, я так понимаю. Вообще, как бы вот участок, который выделялся, и тот участок, который, часть участка, который он заштриховал, это участок, который выделен в аренду сроком, по-моему, на 5 лет под Берский острог. И часть участка, который он заштриховал, он, да, заштриховал, чтобы после выделения по себе инвеструю, эта часть участка перешла ему. И на оперативной съемке как раз как бы и обговорился момент, что по большому-то счету и невозможно как бы его выделить, иначе депутаты города Берска не поймут. Ну, как вы понимаете, что если это происходит при оперативной работе, то я, называя депутатом города Берска, я понимал, что это так или иначе все равно будет обнародовано. И с моей стороны это была работа под прицелом оперативных работников. Поэтому я прошу к ней относиться, соответственно, так же. Такие же вопросы там были по поводу того, как я вижу там, то, что я объяснял, что, когда мне говорило, вы будете продавать, помните, вот этот момент, когда вы там будете продавать, я говорю, нет, я консолидирую большую. Вот здесь была истинная правда в плане того, что сегодня я обсуждаю один большой проект, который входит и Берский острог, и международный молодежный лагерь. На самом деле стоимость этого проекта, она оценивается где-то в полтора-два миллиарда рублей. Это очень большой день, который у компании нет. И необходимо приходить в банк и обосновывать. И обосновывать в банке, имея там 6-7 участков земельных и какое-то количество строений, невозможно. Поэтому речь идет о том, что когда люди хотят повыгоднее продать, то, что у нас писает все Берское шоссе, объявление, мы продаем земельный участок, тогда земельные участки делят на какие-то там части и начинают их продавать там под всевозможные коттеджи, какие-то строения, что-то еще. У меня задача кардинально противоположна. Объединить этот ресурс, чтобы, придя в банк, обосновать необходимость получения денежной суммы на строительство. И иметь какой-то единый залог, имущественный комплекс, который будет являться залогом для получения большого кредита, соответственно, для постройки этих объектов. Поэтому вот часть вещей, которые я же обязан был в себя вести естественно, я был естественным, я говорил основные вещи, я говорил ту правду, которая есть, в том числе консолидацию этого объекта. То, что звучало, как вы спросили уже о каких-то третьих лицах, которые там приедут, которые там обналичат, это 6-7-го. Это имеет отношение к оперативной ситуации, ничего к правде это не имеет. А вот с вами Потапов не делился какими-то мыслями, что конкретно он хочет видеть? Нет, он в одном из разговоров, я не помню, это было в этот день или в предыдущий, скорее в предыдущий день, он обозначил, я спросил у него, что вы хотите, там же невозможно ничего построить, иначе прокуратура, кто-то еще. Он мне сказал, что я хотел бы иметь там офис, в котором принимать гостей, или как вы, там, как другие. Вот прозвучало, вот это, как бы, других таких разговоров не было. Понятно. А вот буквально где-то за неделю до этих событий со взяткой мы с вами встречались и говорили как раз про проект «Бердский острог». Я помню, как вы трепетно относились к этому проекту и говорили о том, что вы его со всеми обсуждаете, с разными категориями людей, чтобы потом вас не упрекали, да, уже постфактум, что вы тут понастроили, вот нам это все не нравится, да. А вот, собственно, та история взятка, она не повредила имиджу вашего проекта? Знаете, вот как интересно бывает, у нас последние, наверное, лет 20 в нашем государстве любая негативная ситуация, она является рекламой лучше, нежели какие-то благостные события, социально незначимые проекты или что. Вы у меня были, наверное, один из немногих, если не один, даже корреспондентов, которые приехали спросить непосредственно про проект, не зная ситуации, которая будет через неделю. Но это, к сожалению, наша бытность. Мы все включаем телевизор, мы хотим знать, где что взорвалось, где что, сколько погибло людей, кто взял взятку, кто там насильник или что-то. И крайне по-другому сегодня звучат мысли, которые, ну, если хотите, связаны с мирным строением каким-то, вот, что приведет там какой-то, для экономики являются социально значимыми или какими-то другими проектами. Поэтому в том, что это навредит, я думаю, что люди в большинстве своем, после того, как уляваются эмоции, они все растают по своим местам и будут новым взглядом смотреть на всю ситуацию. Я совершенно не скрывал и, ну, как-то эмоционально выдержанный человек, да, я знал о том, что произойдет, и, как я вам говорил, с одной стороны, у меня была надежда, что на каком-то этапе может произойти и по-другому, что вдруг Потапов скажет, что, ну, вот, ошибочка произошла. В этом случае никто бы просто не знал, и, дай бог, и Потапов был бы на свободе, и все бы шло своим чередом, другим чередом. Но раз Потапов не остановился и пошел своим путем, то путь его, надеюсь, закончится в зале суда. Проект к действиям, к преступным действиям господина Потапова никакого отношения не имеет. Все бумаги, которые были, я прекрасно понимал, что они были под пристальным вниманием прокуратуры. Они оформлялись со всеми сообщениями. Я небольшой знаток земельного кодекса, там у меня специалист занимался этими вопросами, но, зная эту ситуацию, я ему ставил задачу, чтобы все действия были абсолютно законными. То есть жители могут еще рассчитывать, ну, в принципе, даже без еще, что Бердский острог все-таки появится на берегах? Более того, я бы хотел по-прежнему, как я проводил круглые столы, обратиться к людям, которые каким-то образом имеют отношение к историческим процессам, к изучению истории, чтобы люди давали какие-то свои видения, которые они хотели бы увидеть в Бердском остроге. И сегодня мое, вот то, что я вам говорил в интервью, понимание создать некую такую парк дополнительного образования для детей, для молодежи, в котором они могли бы проводить свой досуг, в котором было частное государственное партнерство развито. И я вот за прошедшую неделю встречался и с губернатором, и с представителями правительства, обсуждал этот вопрос, и понимание есть. Я думаю, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на Совет по инвестициям при губернаторе, и мы будем этот вопрос рассматривать, потому что вопрос является актуальным, значимым не только для города Бердска, а для Новосибирской области в целом. А есть ли еще у вас какие-то задумки, которые вы хотите реализовать именно в Бердске? К счастью или к сожалению, мои возможности, они имеют определенные границы, дай бог реализовать этот проект. как-то внедрить те знания, которые получены на сегодняшний день. Этот проект является для меня очень крупным, и есть, в общем-то, и бойзин того, что можно на нем как-то и... В общем, этот проект является для меня тоже таким порогом, то есть прыгнуть на ступеньку выше, в плане того, что капиталовложения очень большие, не дай бог, какое-то либо кризисное явление, либо что-то очередное, которое прошло в 2007-2008 году. И это может оказаться губителем для бизнеса. Поэтому все те, кто считают, что все, кто бизнесом занимается изначально, как бы у них все будет в прибыли, в шоколаде, это же неправильная позиция. Можно ведь взять кредит, как бы и не сможешь рассчитаться по процентам, и все то, что заложено, как бы отдать по процентам. Это достаточно стандартная ситуация, и я склонен просчитывать все риски, все проблемные моменты, которые могут возникнуть. Поэтому пытаюсь заручиться поддержкой и Новосибирской области, чтобы он был применен как стратегический проект. И поверьте, если он не будет применен, то я тоже буду пересматривать свои риски. Ну и, как сказал, я надеюсь на поддержку не только администрации правительства Новосибирской области, так же я надеюсь и на поддержку тех разумных сил, которые сегодня работают в Берской администрации. Потому что этот проект очень значимый, и берчане в том числе будут иметь от него пользу. Потому что это имидж города Берска, это рабочие места, это привлечение сюда новых людей, которые будут приезжать. Это знания, которые несут от каждого семинара, на который приезжают люди. Ведь они же оставляют какие-то свои мысли. Если мы умеем эти мысли почерпнуть из любого семинара, то это важно. Если дети будут в городе Берска иметь возможность здесь рядом под боком проходить какое-то бесчисленное количество семинаров, лекции, каких-то мероприятий видеть, то это творческо-интеллектуальный потенциал нашей молодежи, которую мы воспитываем. Ведь не секрет, что, допустим, более заброшенной получается молодежь в каких-то небольших городах, областных центрах, в деревнях, там где-то еще. Почему? Да потому что они просто не в эпицентре событий. Посмотрите, вот если взять статистику по городу Новосибирску, вот у нас была такая школа там самых продвинутых, десятая школа в городе Новосибирске. Очень большое количество предпринимателей, которые сегодня в городе, они прошли через эту школу. Из нашей школы, вот я учился в Калининском районе, в 78-й школе, достаточно старой, еще с бомбоубежищем, такой вот крепкой школе. Я не очень много знаю ребят, которые стали какими-то ведущими бизнесменами. Поэтому уровень молодежи, которая растет в эпицентре событий, он гораздо выше. Будете готовить, скажем, к отровой резерву? Я думаю, что, как и в любом другом регионе, в Берске, там прекрасная молодежь, и если ей дать возможность больше образовываться, наверное, с ней будет больше толку, и в ней будет выбор, как расти только на улице, около пивного ладька, либо получать дополнительное какое-то образование. Кстати, вот, хочется опять вернуться к вашей деятельности, именно вот, антикоррупционной комиссии. Какое бы вы, не знаю, доставление дали градоправителям, как вот не поддаться, скажем, соблазну? Ну и раз уж мы зашли, наш разговор зашел о воспитании какого-то детей, да, вот, самим начальникам. Знаете, вот в каждом человеке, во взрослом человеке, детей же нету в градоначальниках, формируется определенный набор качеств, честь, совесть, достоинство, отношение к людям. И если человек в себе не воспитал эти качества, то он склонен к каким-то вот там вещам. Причем, чем опасен человек? Даже не тем, что вот, сколько денег он лично себе в карман положит. Он опасен тем, что люди, которые его окружают, чаще всего честные и порядочные люди, они смотрят на этот произвол и, в общем-то, проживают в каком-то, в таком непределенном, неправильном состоянии. Когда они видят, что кому-то что-то дозволено лишнее, другим не дозволено. И это обиды, которые накапливаются, обида, злость в обществе, которые не должны иметь места быть. Поэтому тут советов невозможно дать. Невозможно дать советов человеку, который потерял где-то совесть, сказать, что, а ты задумайся, будь по-другому, будь совестливей, да? Если на вас напал преступник, и вы идете, и вы там кричите, и к вам не подбегают люди для того, чтобы вам оказать совесть, чтобы не оказать вам помощь, это значит, что те люди, которые, они где-то эту совесть потеряли, растеряли во время своей жизни. И чтобы вы не кричали, вряд ли эти люди уже подойдут к вам. А если к вам подбежал, вот недавно Глушков Сергей Александрович на общественном совете награждал гражданин из Кировского района, который достаточно уже взрослый человек, значительно старше меня, по-моему, который при, по-моему, граблении Сбербанка оказал помощь, отделение Сбербанка оказал помощь и попытался оказать сопротивление преступникам, которые убегали с деньгами. Да, у него не получилось там задержать преступников, но он сделал попытку, он понимал, что это может угрожать его жизни. Он сделал попытку. Это характеристика человека, который в любой момент покажет, что он патриот, что он гражданин. Но мы с вами тоже, я думаю, являемся участниками тех информационных вещей, которые происходят, когда люди безразлично относятся к тому, что их окружают. Так вот, здесь советы гражданин-начальникам это не стоит давать. Хотелось бы, наоборот, к людям обратиться, чтобы люди очень внимательно относились не к словам наших политиков, а к их поступкам, к их жизненному пути. И к социальным портретам. К социальным портретам, да. Ну вот я под этим понимаю их жизненный путь, те поступки, которые они совершили в жизни. Может быть, где-то даже подумали, что какие бы они хотели, могли совершить поступки. Это ведь, когда говорят, политика грязное дело, в политику так или иначе втянуты все люди. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то меньше ей интересуется. Но чтобы, опять же, заниматься, надо потратить личное время. И то, чтобы что-то сделать в том месте, в котором мы живем, что-то сделать лучше. Я руководил местным отделением партии Советского района и всегда начинал с этих слов, что, ребят, меня мало волнует политика вообще. Меня волнует только то, что мы можем сделать лучше в нашем районе, в котором мы сейчас работаем. Более подробно о роли Мухаммедова можно было бы пояснить? Что происходило с момента вашей первой встречи, получается, и до 30 апреля. Вот он, что он делал? Господин Мухаммедов после момента того, как он озвучил моему помощнику сумму денег, которые необходимо ему передать, был такой момент, когда я попросил помощника, чтобы Мухаммедов приехал сюда на теплоход. Он приехал и в течение, наверное, полутора часов рассказывал здесь все вещи, какие-то вещи, такие вот. В том числе звучало, когда я подталкивал ситуацию, говорил о том, что я взял очень большой кредит, у меня очень большие проценты ежемесячно. И мне бы не хотелось терять время на то, что мне какие-то непонятные ответы в администрации, отказы, что-то еще. Мне бы хотелось заниматься делом. Потому что, если мы тратим на оформление документов больше полугода, возьмите любой, более-менее такой, грубо там, 14%, то есть 7% от суммы мы тратим. Так вот, если у меня кредит по 300 миллионов, то 7% это 21 миллион денег, которые я должен заплатить в течение полугода. И когда я ему обозначил эти цифры, то как человек смекалистый, он тут же как бы сказал, да, конечно, вам лучше полтора-два процента заложить, я не помню, как это точно прозвучало, на нас, нежели вам терять валид. То есть это такой смекалистый пальм, у него с головой то более-менее все нормально. И он был участником. Но на той встрече он сказал, что после того, как вот эти уголовные дела в отношении его были возбуждены, Потапов его начал потихоньку отодвигать от работы. И, к сожалению, он готов участвовать как бы во всуждении всех вопросов. Ну вот, у него у самого есть проблема, что он не может там помогать, чтобы документы двигались. Хотя надо отметить, что, в общем-то, ни помощи его, ни помощи Потапова по-хорошему там не надо было. Там не надо было только того, чтобы они запрещали подписывать бумаги. Это один момент. А, ну и после нашей встречи, после того, как Мухаммедов уехал, я позвонил Потапову и то же самое пригласил Потапова. Рассказал ему о том, что фактически Мухаммедов отказался, сказал, что его Потапов отодвинул. После чего Потапов мне сказал, ну ладно, хорошо, я сам буду как бы это дальше двигать. А, кстати, вот если вы так во всеуслышание заявляете об этом, ну, о роли Мухаммедова, у вас наверняка какие-то неопровержимые доказательства того, что он участвовал? Наверняка. А вот чисто юридически, как и этих заштрихованных участков, как планировалось передача, что ли, для Потапова? Как это планировали оформить, я не знаю. Вот они, что вы говорили. Ну, предполагалось, что он даст какую-то компанию, на которую будет переоформлен, переуступлено право, допустим, разделен участок земельный и будет переоформлено право. То есть, какое-то офицированное, да, юридическое лицо? Да. То есть, эти моменты не проговаривались досконально, потому что, ну, фактически, это такой, знаете, юридический вопрос, который... В смысле, это тоже должна была быть аренда, то есть, администрация дает вам в аренду участок 49 лет. А вы даете в аренду вот эти заштрихованные? Я не в аренду, я не имею права передать, допустим, участок в особо аренду. Имеется в виду, что, допустим, если мне участок дали, то есть теоретическая, юридическая возможность разделить этот участок на несколько и переуступить право аренды с тем же разрешенным правом использования, которое есть у этого участка. Практически вырезать вот этот кусок, а вот то, что у вас по периметру, это ваше, а вот то, что внутри, это наше. Ну, опять же, тут не надо досконально читать ваша, наша. Земля, после передачи ее в аренду, остается быть муниципальной. Она передается в аренду, как бы, субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok